Привет всем, меня зовут Валерия Пескун и вы смотрите телевидение СФУ. В современном мире мы не так часто задумываемся о своей национальной принадлежности и еще меньше знаем что-либо про наших соседей других национальностей. В этом выпуске мы развеем все мифы про азербайджанцев и узнаем про этот народ гораздо больше. Поехали! В Доме дружбы народов Красноярского края прошел первый очно-заочный форум Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края. В 30-е годы прошлого века в Красноярском крае было всего 96 азербайджанцев. В начале 21 века их уже 16 тысяч. Зачем эти люди едут в наш край? Строить, торговать, работать на транспорте и в сфере услуг. И это, конечно, не полный список. Молодые азербайджанцы учатся в университетах, а также обогащают культуру нашего региона. Сегодня участники форума обсудили роль азербайджанской автономии в жизни края, а также актуальные проблемы межнациональных отношений в регионе. Если мы говорим об общественных мероприятиях, о таких общественно важных мероприятиях, это форумы, это различные дискуссионные площадки, интерактивные площадки, которые организовываются азербайджанской национально-культурной автономии, целью которых является не столько рассказать самим азербайджанцам о культуре, сколько раскрыть эту культуру и раскрыть эти проблемы для внешнего общества. Все это говорит о том, что они инкорпорированы в общественную среду, что их деятельность разнообразна, активность достаточно высокая. Но и, конечно же, много мероприятий они проводят, в том числе и на свои средства. Поэтому в целом роль их достаточно высока. И уже деятельность межнационального сообщества без участия азербайджанцев, конечно же, это будет, скажем так, неверно. Вел форум Иван Кунчевский. Наш корреспондент Ксения Кубарь пообщалась с ним поближе и выяснила, как русский парень познакомился с азербайджанцами, что нового он узнал об этом народе и были ли у него какие-то мифы, а также развеял ли он их. Аспирант гуманитарного института СФУ Иван Кунчевский занимается в университете исторической реконструкции. Пять лет назад в университете он открыл театр «Артефакт» вместе со своим другом азербайджанцем Камраном Рустам Заде. Тогда Иван и познакомился с азербайджанской культурой. Раньше он думал, что это нация людей с очень строгими нравами и чрезмерно серьезным отношением к религии, что азербайджанцы слишком консервативны в своих обычаях и нравах. Но после знакомства с Камраном, его семьей и друзьями он понял, что это дружелюбная нация с очень интересной историей. То есть он выходит, не зная зачем, это видно сразу. На форуме азербайджанской национально-культурной автономии Иван проводит мастер-класс по ораторскому искусству для своих друзей-азербайджанцев. Намели лениво, ловили налима. Этому я научилась на мастер-классе у Ивана Кунчевского, который рассказывал о том, как правильно вести себя на публике, как красиво и четко разговаривать. Ксения Кубарь, Станислав Катунин, ТВСФУ. Как известно, азербайджанский народ – это не только про самобытность культуры, чтение традиций и интересных людей, но и невероятные танцы, которые захватывают дух. О том, что такое азербайджанский танец и в чем его особенность среди остальных, расскажет наш корреспондент Алина Деденко. Веселье, танцы – залог хорошего торжества. Сегодня им быть. Танцами заряжает азербайджанский коллектив «Алдар Юрду». Гости уже собрались, пойдемте посмотрим. Плавные движения, играция девушек, энергетика кавказских парней не дают оторваться от танца. Строгие костюмы, четкие движения, композиция, постановки – все это оставляет яркие впечатления. Коллективу 13 лет. Он участвует в конкурсах и гастролирует по России и за ее пределами. А еще у азербайджанских танцоров есть отличительная особенность. Наш ансамбль единственный в Красноярском крае, ну, то есть азербайджанский, имеет звание народного ансамбля за пределами Азербайджана, который нет ни у одного ансамбля азербайджанских. Есть, например, в Москве, там, не знаю, в Омске, в Новосибирске, но именно звание народного имеем только мы. После выступления – мастер-класс. В одном углу танцуют девочки, в другом – парни. Мы берем урок по мужским азербайджанским танцам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А Полина Михальчук пообщалась с участниками форума и выяснила особенности характера азербайджанцев. Смотрим далее. Сложно вообще быть азербайджанцем и жить в русской стране? Нет, на самом деле. Ну, мне, по крайней мере, так как у меня внешность, наверное, вы тоже заметили, это более-менее русская. То есть, по мне, не всегда, многие даже не понимают с первого взгляда, что я азербайджанец. Поэтому мне это вообще как-то без проблем дается. Все-таки у нас много в чем есть запреты, да, вот, например, в личной жизни даже, так скажем, а вот у русских нет такого. Более такие, не знаю, как объяснить даже. Ну, свобода, да, больше? Да, свобода. Тебе ее не хватает? Или как-то нейтральному к этому отношусь? Да, да, серьезно, вот как, ну, нейтрально вообще. Вдвоем, пожалуйста, опишите типичного азербайджанца. Жесткий. Темпераментный, отстаивает свои идеи, свои, ну, свое слово, то есть. В частности, ну, как сейчас, точнее, в общем, в кругу своих друзей, скажем так, все прислушиваются его мнения. Можно сказать, как некий вожак даже, так. А, что сказал? Что ты сказал жесткий? Ну, это... Что ты сказал жесткий? Жесткий, ну, жесткий, да, серьезный. Возможно, чего русским не хватает, что есть у азербайджанок? В принципе, мы все люди, и такого криминального отличия нету. Просто наши, наверное, немного сдержанные, как Ламан сказала. Ну, а так, я знаю даже очень много русских девочек, которые тоже скромные, и не скажешь, что она... Ну, что-то с ней не так. Я горжусь патриотизмом. Вот в чем он проявляется? Я всегда, как сказать, доталовы топлю за своих, и мне прям душа радуется, когда кто-то из наших выпускает песни. Даже вот за наших ребят ансамбля я горжусь очень сильно ими, когда какие-то у них успехи, когда они чего-то добиваются. Какими чертами ты себя гордишься? Хочу, во-первых, сказать про то, что, живя здесь, в России, в Красноярске, я знаю свой родной язык. Вот, я могу на нем писать, читать, то есть, полноценно я его знаю. Также воспитание. В чем главное отличие от азербайджанцев и русских в... Прям сильной отличий нет. Ну, можно сказать, скромность, наверное. То есть она как и у русских, так и у азербайджанских. Это был специальный выпуск телевидения СФУ с первого форума Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края. С вами была Валерия Пескун и всем Ухурлар, что переводится «Азербайджанского удачи».